Land Cruiser 300, дешевый Volkswagen и другие, главные премьеры весны. Очень большой китайский кроссовер, гибрид фургона и внедорожника от Toyota, экстремальный Гелендваген и другие очень интересные новинки этой весны. Пандемия коронавируса вынудила большинство автокомпаний серьезно корректировать свои планы и переносить даже очень важные премьеры. Сейчас ситуация в ряде стран стабилизировалась, поэтому неудивительно, что уже этой весной компании планируют продемонстрировать публике целый ряд ярких и очень интересных новинок. Разумеется, большинство из них дебютирует в уже ставшем привычном онлайн формате. Некоторые из этих автомобилей чуть позже доберутся и до российского рынка. Шкода Фабия. Главной премьерой Шкода в первом полугодии, безусловно, станет новая Фабия. Сначала чехи покажут пятидверный хэтчбэк четвертого поколения, а вот дебют универсала состоится уже позднее. Со сменой поколения Шкода Фабия переберется на платформы MQB A0 и вырастет в размерах по сравнению с предшественником. При этом внешность машины уже давно не является секретом. Автомобиль не раз был замечен фотошпионами во время тестовых испытаний. Kia Sportage. Премьера нового Kia Sportage, которая переносилась уже несколько раз, должна состояться в апреле. Кроссовер четвертого поколения построят на одной платформе с новым Hyundai Tucson и предложат в двух вариантах колесной базы – стандартной и удлиненной. В линейку двигателей войдут бензиновые, атмосферные и надувные моторы, а также гибридная силовая установка. О дизайне нового Sportage пока говорить сложно. Автомобиль в тяжелом камуфляже попал в объективе фотошпионов всего один раз во время тестов на Нюрнбургринге. Volkswagen Taycan. Еще одна возможная премьера этой весны – серийная версия компактного кроссовера Volkswagen Taycan. Конкурента Hyundai Creta оснастят 1-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 115 л.с. и 1,5-литровой турбочетверкой, выдающей 150 л.с. Автомобиль разрабатывается специально для Индии, поэтому получит специально настроенную подвеску, адаптированную под особенности местных дорог. Появится ли кроссовер в продаже в других странах, пока неизвестно. До этого Volkswagen не раз заявляли, что более компактный кроссовер, чем бестселлер Tiguan, впишется в актуальный модельный ряд брендов России. Hyundai Santa Cruz. Hyundai приступил к финальным тестам своего первого серийного пикапа Santa Cruz, премьера которого должна состояться в ближайшие несколько месяцев. Новинка ориентирована в первую очередь на рынок США, где она будет конкурировать с Toyota Tacoma и Ford Ranger. Пикап построят на платформе Tucson нового поколения и комплектуют атмосферными и турбированными четверками. Привод передний или полный. Geely KX11. Большой кроссовер Geely KX11 станет новым флагманом китайского бренда и дебютирует на апрельском мотор-шоу в Шанхае. Автомобиль построят на платформе Volvo CMA, а его длина составит около 4,8 метра. При этом машину предложат исключительно с 5-местным салоном и 2-литровой бензиновой турбочетверкой. Внешность Geely KX11 будет напоминать бизнес-седан Preface. Кроссовер получит решетку радиатора с вертикальными ламелями, стильные колесные диски со сдвоенными спицами и матричную светодиодную оптику. Не исключается, что позже KX11 доберется и до России. Toyota Land Cruiser 300. Официально Toyota по-прежнему не разглашает никакую информацию о своей самой долгожданной новинке – внедорожнике Land Cruiser 300, который готовится к смене поколений впервые за 14 лет. Однако сразу несколько японских изданий утверждают, что премьера автомобиля состоится до конца нынешней весны. По другой информации, ждать дебюта модели придется до августа 2021 года. На данный момент известно лишь то, что в основе машины сохранится рамная конструкция. При этом в шасси будут использованы решения из новейшей архитектуры TGA. В линейку моторов войдут 3,5-литровый агрегат с отдачей 415 л.с. и 3,3-литровый дизель. Не исключено, что внедорожник также получит гибридную версию с суммарной мощностью 480 сил. Infiniti QX60. Этой весной Infiniti представит серийную версию кроссовера QX60 второго поколения. Дизайн новинки, которую японцы уже пообещали привезти на российский рынок, практически не будет отличаться от концепта под названием монограф. При этом в Infiniti обещают добавить товарному автомобилю некие новые фишки, которые не были показаны на шоу-каре. QX60 второго поколения оснастят 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 283 л.с. Он будет работать совместно с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, которая придет на смену вариатору. Mercedes-Benz G-Class 4х4. Специально для поездок по тяжелому бездорожью Mercedes-Benz подготовит экстремальную модификацию G-Class 4х4. Медорожник с огромным дорожным просветом получит независимую переднюю подвеску, модифицированную тормозную систему, дополнительную светодиодную оптику и три самоблокирующих дифференциала. Под капотом установят мощный 4-литровый бензиновый мотор V8 с двумя турбинами, который будет работать совместно с 48-вольтовой бортовой электрической системой. Toyota TG Cruiser Очень необычной новинкой от Toyota станет модель под названием TG Cruiser. Автомобиль представит собой настоящий гибрид вместительного минивэна и внедорожника с внушительным дорожным просветом и большими колесами. Его название образовано от слов Toolbox – ящик для инструментов и Joy – удовольствие. Скорее всего, серийная версия машины позаимствует сдвижные двери и складывающиеся сидения у одноименного концепта. TG Cruiser предложит с различными гибридными силовыми установками и системой полного привода. Aorus Senat. Российский премиальный седан Aorus Senat получит этой весной серийную версию и, наконец, отправится к первым клиентам. Автомобили из первой партии будут доступны с шестью вариантами цвета кузова на выбор – в белом перламутре, кофейном, стальном, голубом, темно-синим, графитовым и черном. В оформлении интерьера используют премиальную кожу, металлические элементы и натуральное дерево. Полноприводный седан Aorus Senat относят гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, который работает вместе с компактным электрическим агрегатом и девятиступенчатой автоматической коробкой. Суммарная отдача составляет 600 лошадиных сил.